урок номер два и мы остановились на евангелие от матфея 46 стих 12 главы я только хотел бы привести вам один пример где мы увидели бы разницу между преимуществом в исследовании в изучении или хотя бы прочтение на украинском и на русском языке когда мы имеем параллельных параллельный перевод то есть сразу украинские русские вот читаем 12 глава 46 стих евангелия матфея когда же он еще говорил к народу вот мать его и братья его стоявшие снаружи захотели поговорить с ним и кто-то сказал ему вот мать твоей и братья твои стоящие снаружи хотят поговорить с тобой уже сказал в ответ говорившему кто мать моя и кто братья мои и протянувши свою руку к ученикам сын он сказал вот мать моя и братья мои ибо кто будет исполнять волю отца моего который на небесах тот мне брат и сестра и мать прочитав такой стих ну не просто сразу получить откровение о чем имелось в что имелось ввиду почему была такая реакция иисуса потому что я читаю на украинском языке вы прочитаете сразу и сам стих и слова и еще сносочка есть потому что ко многим ключевым важным словам делается специальные сноски где дается греческое слово и значение этого греческого слова на украинском или на русском языке поскольку я предусматриваю 2 2 версии то есть украинско-русский новый завет вечные евангелия где бы были сноски все только на украинском языке и параллельные места на украинском языке и словарь на украинском и на русском языке в конце нового завета и также версию русско-украинскую где бы были все параллельные места на русском языке все сноски на русском языке и словарь на русском и на украинском. Понимаете? Невозможно сразу сделать сноски на двух языках. На украинском и на русском. Перевод, да, это очень технический. С технической точки зрения это очень непросто, сложно. Можно, в принципе, но это приведет к увеличению объема. Понимаете, даже этот Новый Завет, Вечная Евангелие, он по объему своему составляет 864 страницы. На тонкой рисовой бумаге. И я бы не сказал, что очень крупный шрифт. Такой шрифт, который мы имеем, но стандартный. В Библиях. Понимаете? Поэтому такой объем, если издать ее на простой бумаге, то это вы будете иметь килограмм, кирпич толстый. И бизнесмены на Украине, христиане, должны бы уже давно задуматься, поскольку я являюсь членом украинского библейского общества нашего, членом центрального правления, то мы знаем, сколько финансов приходится тратить, когда заказываются Библии на украинском языке за границей. Только за границей. Белоруссия, Финляндия, Франция, Германия, Китай, Гонконг. Самая дешевая Библия, которую можно напечатать на планете Земля, это в Гонконге. Действительно. Себестоимость там очень самая низкая. Но мы, вероятнее всего, будем печатать в Китае. Там напечатать, сюда доставить. Доставка составляет тоже 20% от стоимости товара, потому что на всю импортированную продукцию мы платим 20%. У нас здесь налог внутри страны 10%. Все, что ввозится в страну, 20%. Двойной налог. Двойное налогообложение на импорт. Вроде бы свое печатаешь. Кому кто интересует, что это твое там или иностранное, или какое. За границей сделал, вводишь из-за границы, плати 20%. Поэтому и получается, что удивляются, почему так дорого. Потому что люди хотят иметь достойное издание и Библию, и Евангелие. Чтобы это было в коже, чтобы это было в золоте, понимаете, чтобы это была хорошая печать, исключительно хорошая. Чтобы, когда берешь руки, сердце тут репетало, поскольку это Слово Божье. Это непростая литература, к которой можно вот так вот, понимаете, налево-направо разбрасываться ею. Потому что, когда я читал одну проповедь, я говорил, что в свое время, когда было организовано первое библейское общество, британское, сейчас их около 150, библейских обществ по всему миру. И первое британское общество было, и основателем этого британского общества был один из пасторов, который печатал Библию на английском языке. И одна девушка, она слушала Библию, Библия была большая редкость, у своей хозяйки, у госпожи. Они по пятницам и субботам читали Библию, Слово Божье читали. И она, когда узнала, сколько она стоит, Библия, на протяжении многих лет, до своего почти совершеннолетия, копила деньги для того, чтобы купить Библию. И потом, когда узнала, где есть эта Библия, пошла к этому пастору, принесла деньги, чтобы купить его Библию. Он говорит, у меня остался один экземпляр, и то я приготовила для какого-то герцога. Нету, все распродали, все раскупили, нет ничего. Она, конечно, сильно расстроилась, огорчилась, чуть ли не плакала там, бедняга. Но он видел, что ее жажду, по Слову Божьему, сказал, хорошо, я могу тебе ее продать, но та сумма, которую ты имеешь, недостаточно. У тебя денег только наполовину. Потому что, вы понимаете, со временем стоимость всегда увеличивается. Мало того, что один экземпляр оставался, так еще и стоимость ее в два раза больше, чем она тех денег накопила за всю свою жизнь. Но, тем не менее, он ей продал, вложил там свои деньги туда, для того, чтобы она имела. Мария ее имя была. И после этого, когда он увидел такой случай наглядный, он обратился ко многим друзьям в Лондоне, что нужны спонсоры, которые могли бы вкладывать свои деньги в напечатание Библии для тех людей, которые материально не в состоянии купить, финансировать издание. И было так организовано первое британское библейское общество, целью которого была напечатание, распространение Священного Писания. И на сегодня основная, главная цель каждого библейского общества, в том числе и украинского, это издание, не только напечатанное, а издание качественного, точного перевода Священного Писания. Именно речь идет о переводе Священного Писания. Большие проблемы возникают с переводом, поскольку, сейчас мы будем на украинском читать, поскольку, понимаете, синодальный перевод, он был осуществлен в 1826 году, была напечатана первая версия Нового Завета на Синодаль, Синодального. 1826 год. И по сей день, практически без изменения, печатается этот Синодальный перевод на русском языке. Новый Завет. 26-й год. Нет, не 1816. В 1826 году вышла первая версия Нового Завета. Нового Завета. Не всей Библии. В 1826 году. Я эту дату хорошо помню. В 1922 году они начали, и в 1926 не закончили. Начали с переводом. Все силы были обрушены на то, чтобы действительно сделать хороший перевод. Но, как высказываются многие члены украинского библиотского общества, и не только украинского, а во всем мире, Библия должна претерпевать уточнение изменений, поправки в связи с изменением парадигмы, в связи с изменением правописания, пунктуации, и прочее, и семантики слов. Особенно семантики слов. Каждые пять лет. Каждые пять лет. 1826 год, это сегодня у нас 2009. Каждые пять лет. Дело в том, что существуют еще проблемы, связанные с тем, что Библию эту когда-то в свое время рекомендовал к изданию Православный Синод. Это совещательный орган, который собрался, проголосовали и решили, да, да будет так. И теперь подступиться к изменению версии этого перевода им там практически не удастся. потому, потому что для них Синодальный перевод стал каноном переводческой их деятельности. Что такое канон, мы потом будем позже еще говорить. И они не хотят его изменять, поскольку это для них уже стало как бы реликвия, святыня. Не трогайте. Вот как оно есть, пускай так и оно и будет. Делайте новые переводы, любые другие, мы о них будем говорить. и о качестве таких переводов, и о других переводах. Как они делаются, кем они делаются. И тем не менее, то, что народ страдает, страждет от непонимания написанного на русском языке, мало кого интересует. Там другие есть проблемы, связанные с тем, что начальствующие говорят, что, мол, не прикасайся, не трожь. Потому что раньше переводчиков вообще не только распинали, не только казнили, а чтобы неповадно никому было, в клетке возили и показывали. Вот он позарился на перевод священного писателя. Это очень, я бы сказал бы, у Господа ценный труд, который осуществляют переводчики. Необыкновенно ценный. в глазах людей это религиозных людей. Можем сказать, фарисеев. Не в том смысле слова, что они имеют закваску фарисийскую. Для них это покушение на их святыню. а если народ даже и слушает и ничего не понимает, их меньше всего это интересует. Подобно тому, как это было с фульгаты до 1822 года, когда было принято решение издавать Александром Первым. Этот перевод сильный и дальний. Народ в церквах вообще ничего не понимал. Стоял, слушал, как на латыни читается, на старославянском языке читается Слово Божье. Ну и что? Оно давало какую-либо пользу слушающему. Это подобно тому, если бы сейчас начал вас учить на китайском языке. Ну, без переводчика. Ну что, это издевательство, что ли, над народом? Нет. Все. Слово Божье. Дано к пониманию тот, кто читает. А если что-то непонятно, приди у него, спрашивай. Сам читать не-не. Это мы сейчас живем под такой благодатью, что каждый из вас может иметь не только одну Библию, а еще несколько Библий и несколько переводов. И это хорошо. Знаете, почему? Потому что в Деяниях апостолов есть местописание, где говорится о том, что Павел пришел в город, называется, этот город назывался Верия, Верияни. И учил их там в Священном Писании. Они были более прилежны, нежели по-моему, там написано филиппийские, сравнивалось с какими-то другими людьми. Были более прилежными. Потому что они каждый день исследовали то, о чем говорил Павел, сравнивая со Священными Писаниями. Слышите? Сравнивая, изучая. Что значит сравнивали? Они исследовали, так ли это на самом деле? Это подобно так думу, если бы мы сейчас обратились к книге оригинала Священного Писания, которая издана тоже Российским Библейским Обществом. Называется Новый Завет на греческом языке с подсрочным переводом на русский язык, который издало Российское Библейское Общество. То Библейское Общество, которое издавало и синодальный перевод. Они решились на этот шаг, потому что дальше уже некуда было. Уже все. Уже дальше приехали ребята. Либо вы издаете параллельный, подсрочный вернее, подсрочный, не параллельный, подсрочный. Каждое греческое слово было написано на русском языке. Либо будет уже непредсказуемые могут быть последствия. Они решились на этот шаг. Они сказали А, но Б пока еще не сказали. В чем это выражается сказать А? Это значит издать подсрочник и не издать обновленный текст всего Нового Завета. Что значит обновленный? Устраняя те неточности, будем так говорить, не будем говорить ошибки. Понимаете? Потому что говорить ошибки, это значит говорить, что кто-то взял умышленный и туда написал что, что, чего нет. Понимаете? Я не думаю, что некоторые неточности, упущения, изменения были допущены с умыслом, причем со злым умыслом. Нет, этого не было. Я верю в это. Потому что люди были богобоязнены, делали. Но они делали это с их точки зрения, с их понимания, с их разумения, которое они имели на тот момент. А если я вам спрошу и задам вопрос. Украина, пятидесятническое движение, баптистское движение. В каком примерно году началось в Украине пятидесятническое движение? Вот правильно. Когда мы знаем немножко историю, мы начинаем задумываться о том, ага, появились Воронаев, появились другие проповедники, появились те, которые с Германии приехали, их называли штундистами, штундой. Помните? Эти люди, они имели дар Духа Святого? Были крещены в Духе Святом? Безусловно. Вот когда началось пробуждение, когда люди поняли, что нужно иметь то, что написано. А вообще-то на Азуза-стрит в 1903 году, когда первые люди там молились, несколько дней пребывали в постой молитве, вот тогда было первое излияние Духа Святого на Азуза-стрит, когда люди приняли этот дар Духа Святого в 1903 году. И с Азуза-стрит вот это пробуждение дара Духа Святого, когда он снова снизошел на людей, жаждавших. Понимаете? И люди были крещены в Духе Святом. Точно так же эти люди пришли в Украину. Точно так же они стали проповедовать Евангелие и говорить, что нужно познать силу, которую познали апостолы, когда они пребывали единордушно все вместе в Иерусалиме. И эта сила Духа Святого, она пребывала в них, благодаря этой силе они в концлагерях, в сталинских лагерях и были приговорены, их расстреливали. Тем не менее, они ходили и богоствовали в силе Духа Святого. И теперь вопрос естественный. Ответьте мне. В 1826 году, когда многие из монахов православных, которые были привлечены к переводческой деятельности, они имели этот дар и были крещены в Духе Святом. Откуда? Откуда? Да, они имели страх Божий. Они понимали, кто такой Всевышний, понимали разумом. Но они не были. Не были. На все 100% они не были крещены в Духе Святом. Они не говорили на иных языках, как знамение того, кто крещен обычно в Духе Святом, как правило. Я не говорю это как закон. Потому что Писание говорит о крещенном в Духе Святом будет сопрождать все знамения. Помните? 16 глава Евангелия от Марка. Поэтому мы имеем этот дар. Дар говорения также на иных языках. Правильно? И вот благодаря тому, что люди, которые имеют дар Духа Святого, они имеют возможность слышать от Духа Святого, когда Он им говорит и рекомендует и говорит, что исследуй и увидь, что там конкретно. Он исследует и видит, что действительно нужно какое слово потреблять. В каком падеже, какое склонение, какой залог, пассивный, активный или прочее, прочее. Точно так же мы можем и сегодня взять вот это по срочнике сказать, что да, действительно, Евангелие от Иоанна в 15 главе, как вам читал и учителя Дмитрий, приезжавший, в 15 главе написано в синодальном переводе, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». В оригинале написано «Всякую ветвь во мне, не приносящую плод, берет ее и всякую плод приносящую очищает ее, чтобы плод больше она приносила». Нет этого слова «отсекает». Они перевели это слово греческое «аиреи», как «берет ее». Но это слово по разным словарям может иметь разное значение. И много у этого слова синонимов в русском языке. Понимаете? Этот перевод, который я вам показываю, он в самом начале в предисловии «они оговорились». Поскольку в греческом языке значений греческого слова на русском языке очень много, одно слово может иметь в русском языке 10 значений. Я могу привести пример. Сейчас открыть Евангелие от Иоанна первую главу и на одном из стихов тут же показать, что одно слово имеет 10 значений. Валочка, помоги мне, пожалуйста. Сейчас. Да. Вот здесь найди мне Евангелие от Иоанна первую главу. Иоанна. Евангелие первую главу. Так вот, может быть много значений. Одно слово. И поэтому они приняли решение указывать только первое из значений из всего синонимического ряда. Самое первое значение. Независимо от того, правильно это или неправильно. Первое значение предлогов, там греческий предлог «ен» переводится как «в», «на», «по», «к», прочее, прочее. Понимаете? Есть там и «для», и там «в», и... Ну, много значений. Или греческий предлог «дио», «через». Он переводится с винительным падежом, там, как «ради», там, с родительным падежом, по-другому переводится. Дио переводится как посредством, благодаря, с помощью, через, или по. много значений этого слова. И в каждом конкретном случае только Дух Святого тебе можно сказать, вот это самое правильное, то, что я имел в виду. Понимаете? Потому что каждый предлог в зависимости от падежа того слова, которое употреблено, следует после этого предлога. От падежа родительный падеж, дательный это падеж, или это винительный падеж. С винительным падежом один предлог употребляется, с родительным другом, другой предлог употребляется. И в зависимости от падежа употребляется разный предлог так вот коль мы коснулись уже вопроса связано с падежами я могу привести вам пример в греческом языке дательный падеж кому чему когда слово стоит в дательном падеже и есть предлог то она может изменять форму на творительный дательный в творительный в предлог потому что в русском языке и в украинском языке есть творительный греческом языке творительный тоже есть но он отображался как дательным и они читали этот дательный когда стоял эту понимаю о том что предлог в этом и читали как творительный ким чем понимаете ким чем и там духом можно сказать и в духе можно сказать духом потому что павел говорил что он был признан в Служение в Духе Моём. Да, но предлог «вы» с дательным падежом, с дательным, там именно дательный падеж, я не помню, там, по-моему, послание к римлянам, 9 глава. Он говорит, служу Духом Моим. Понимаете? Можно сказать, да, служу в Духе Моём. В Моём Духе. Не в Святом, а в Духе Человеческом. Благовествованию служу, он говорил. Служу и Духом, и можно сказать, служу в Духе. Но, если родительный падеж, не изменяется. Он родительный, как есть, он так и есть, и он родительный падеж. Если перед родительным падежом стоит предлог, то его надо переводить как предлог. И, когда он есть в оригинале, то мы можем знать значение все этого предлога, но они употребляют только первое из этих значений. «Де» — это как «через». «Ен» — это только как «в». «Ек» — предлог, он переводится не только как «из». Потому что с родительным падежом греческий предлог «ек». Вот словарь греческого языка специально вам к примеру привез, чтобы показать, что греческий предлог «ек» с родительным падежом тут написано. переводится как… Подойди сюда. «Ек» — нет, «Ек», 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 «Ек». «Ек» — это предлог переводится, читая на русском языке «Ек». Перед согласным. Предлог родительного падежа. «Из», «С», «От», «Вне» вместе. Дальше «после» какого времени. Иногда обозначает происхождение, причину, повод, основание. Сложно означает движение и удаление от происхождения, доведение до конца. И тут конкретно указано. Предлог «ек» с родительным падежом это как «из», «С», «От», «Вне». Понимаете? Это краткий. Краткий. Написано краткий греческо-русский словарь. А возьмите вы словарь Вейсмана, который был удостоен Большой Петровской премии. Он очень был уважаемый человек-историк, филолог. Вы возьмите словарь, называется «Альфа». Тоже православный словарь. Его делали и баптисты, и другие. Много и словарей всевозможных. Возьмите, в конце концов, другие источники, не только на русском и на украинском языках, на иностранных языках, и исследуйте этот предлог, что он с родительным падежом как переводится. Если есть родительный падеж перед существительным этого предлога, то мы не можем в этом случае, да, подумаешь, там предлог есть, выбросим этот предлог. Ну, мы так понимаем. Но предлог не переведем. Кто будет знать, что там и есть этот предлог, когда мы написали сенатальный перевод? Только ли спустя 200 лет, когда напечатан подсрочный греческо-русский, народ может туда обратиться и увидеть этот предлог. Причем, если кто знает, то он знает, что, ага, этот предлог «ех» же переводится не только как «из», он еще переводится как «вне», «помимо», «независимо от», «вдали от», «вне», «независимо от», «помимо» с родительным падежом. Вот и получается, что открываем подсрочный греческо-русский перевод, синодальный, и тут же греческо-русский, открываем Евангелие от Луки, к примеру, 16 главу, и читаем один интереснейший стих. Я вам дам на дом одно задание, но хочу показать. Подойди сюда, пожалуйста. Прочитаем девятый стих с вами в синодального перевода. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. В данном случае, читая синодальный перевод, мы понимаем, что написали переводчики, приобретайте друзей кем-чем, богатством, каким, неправедным. Части речи какие? Богатство существительное. Правильно? Богатством. Каким? Неправедным. Прилагательное. Правильно? Предлог есть перед словом богатством неправедным. Нет предлога. Потому что в синодальном переводе мы не видим, что есть предлог. Обращаемся к оригиналу. Иди сюда, пожалуйста. Виктор. Вы будете читать на греческом? Да. Читайте на греческом и говорите. И я. И я вам говорю, себе сотворите друзей из мамоны неправедности. Речь идет о том, что там в оригинале, оказывается, есть, оказывается, предлог ег. И он переводится с родительным падежом. Потому что слово мамона и неправедность это два существительных, которые в оригинале стоят в родительном падеже. И с родительным падежом предлог ег, как переводится, как вне, вдали от, помимо, независимо. Речь идет о том, что Иисус говорит, как усиление, «А я вам говорю, приобретайте друзей вне мамоны неправедности». Потому что, когда отойдете, что восприняли вечные об обители. И в 13 стихе он говорит, «Не можете служить Богу и мамоне». «Мамоне». Мы приобретаем друзей за что? Богатый парень. Он нам нужен. Иди сюда. Я тебя сделаю своим другом. Не-не-не. За взятку человека нельзя приобрести как друга своего. Понимаете? Потому что мамона это прежде всего не просто Бог, злато-серебролюбие. Это не просто идол, которому многие люди поклоняются. Мамона это прежде всего дух стержательства, дух серебролюбия. Дух, благодаря которому многие люди попали в сети. Я не буду говорить, какие сети. И в сегодняшний день тоже многие попадают, потому что корень всех зол – серебролюбие. Сделать там деньги за счет процентов и прочее, прочее, позарились. Ну, а потом, когда наступает момент истины, говорят, «А, как же ж? А потому что написано. А я вам говорю, вне мамоны, вне этого духа». Вы не можете идолом приобретать себе друзей. Вы не можете каким-то духом серебролюбия, стержательства, которое не есть дух истины. Понимаете? Приобрести себе знакомого и чем самым заслужить. кто из вас читал эту газетку? Вот эту газетку кто читал? Вот этот номер. Камень краеугольный. Это христианская газета «Объединение». Никто не читал? Хорошо. У меня будет к вам домашнее задание. К завтрашнему дню я вам раздам все эти газеты, каждому по одному экземпляру. Кто захочет, может взять два для друзей своих. Там на последних страницах, на двух страницах, есть статья моя. Называется «Что Библия говорит о мамоне?» И вот это вот местописание, а я говорю вам, приобретайте друзей, как написано в синтальном переводе. Вот там в отношении этого местописания и не только этого местописания, и в отношении многих других моментов. В начале прошлого года вышла эта статья. До того, как начали все эти скандалы. Бог уже предупреждал. Прочитая от начала до конца, она читается на одном дыхании. Мы уже ее сокращали, 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 сокращали. Я говорю, мы, моя супруга, помогала мне писать эту статью, поскольку, понимаете, Дух Святой использует мужа и жену как одно целое. Понимаете, мы в одном Духе. Конечно же, вся ответственность на мне, но иногда корректировать те мысли, которые вроде бы тебе кажутся понятными, а человек со стороны почитает. Вам многие вещи откроются совершенно по-иному, потому что мне приходилось иногда спрашивать некоторых служителей, раздают Новые Заветы в аэропорту Гедеоновские Новые Заветы. Я спрашиваю, что у него, муж Божий, говорит, хорошо, спасибо большое, но у меня есть к вам вопрос. Вы не могли бы мне объяснить, к примеру, как мне понимать это местописание в Луке написано 16.9, а я говорю, приобретайте друзей. А он мне говорит, брат говорит, вы знаете, я уже 25 лет верующий, сколько не читаю это местописание, но никогда его не мог понять. Ну никогда не мог. Да как его человек может понять, если оно не отображает то, что написано в оригинале. Выбросили предлог, сделали другие падежи, богатством, кем-чем творительный падеж сделали, вместо того, чтобы написать так есть, вне мамоны. Это не речь не о богатстве, а о мамоне. Потому что, вот обрати внимание, Виктор, смотри. Смотри. Из мамоны, да? Видишь, на греческом написано? Мамона. И мамона на русском, правильно? Да. А здесь, в 13 стихе этого же главы, что написано? Тоже самое мамона. Тоже слово, тоже мамония. Не можете сказать мамона, мамоний. Понимаете, нельзя переводить в одном стихе это слово как мамония, а в другом стихе тут же, через пару стихов, уже богатство. Ребята, это как это? Как это? Это подобно тому, как в Благой Вести. Однажды я читаю, я вообще люблю все переводы читать. Читаю и вижу. Вот написано, допустим, встреча Иисуса у колодца с Самарянкой, да? И читаю четвертую главу. Иди ко мне, Виктор. Мы с тобой вместе прочитаем, что здесь написано. И говорит, Иисус ответил ей, если бы ты знала... Если бы ты знала, что Бог дает людям и кто это просит тебя, дай мне попить, то ты бы сама попросила меня, и я дал бы тебе живой воды. Дальше читай. Женщина сказала ему, Господин, ведь у тебя даже нет ведра, а колодец глубокий. Где же ты возьмешь эту святую воду? Ребята, а что это такое? Что это за святая вода? В переводе появилась вдруг святая вода. Здравствуйте. В этом стихе он говорит, я дал бы тебе живой воды, а в 11-м стихе она уже говорит, где же ты возьмешь святую воду? Что-то не понял. Может, синодальный перевод, что это неправильно, а они более точно перевели. Что для этого мне нужно сделать? Всего-напросто. Обратиться к оригиналу. Мы все всегда сможем делать правильно, если будем обращаться к нему, к автору. Автор кто? Иисус, автор, Бог, автор, есть первый источник, тот источник, из которого вышло это слово. Значит, нам нужно обратиться к кому? К оригиналу. Даже пустим на подсрочнике греческого языка. Подсрочный греческо-русский. И тут же, если откроем Евангелие от Иоанна, четвертую главу и подойдя Виктор увидит вместе со мной интересное слово. Нет, ну он может, конечно, сесть, но я прошу, чтобы он, конечно, потрудился и здесь написано сейчас попить. Это стих номер, по-моему, один, одиннадцатый. десятый. Десятый одиннадцатый. Попросил его пить. Он дал бы тебе какую воду? Живую. Живущую. Да, живущую, это живую воду. Смотри, видишь, десятый стих, живую. Одиннадцатый стих дал какую бы его. То же самое живую. Те же слова, те же буквы и в греческом, и в русском языке. Так спрашивается, достойный ли чести и похвалы перевод, который извращает Священное Писание, где говорит, здесь живая, тут святая. Говорит, ну, Писание же говорит, что там православная сейчас, там на праздник, там святую воду продают под трехлитровых банках. Пять гривен, что бы не купить святой воды? Ну, Писание же само, где же ты возьмешь? Ну, он продается, это возле собора. Православное предает. да нету святой воды. Нету в понимании новозаветнем. Понимаете? Есть только святая кровь Иисуса Христа. Есть живая вода, которая течет из нас, как реки водой живы, потому что мы наполнены этим словом, как этой живой водой. А вот такой перевод не только этого места Писания, а многих и других. Ну, чтобы больше к нему не обращаться, к такому переводу, хочу еще один раз перевести, чтобы вы понимали, насколько мы должны быть осторожны к тому, что мы читаем. И задумываться о том, что не может ли, может быть, это мне принести вообще-то вред чтение таких переводов, подобных. Вот мы прочитаем с вами один стих послания Иуды. Помните послание? Откройте послание Иуды. Продолжение следует... Так вот, как имя твое? Вадим, возьми микрофон, прочитай, пожалуйста. Знаешь, какие стихи? Шестой, седьмой. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных хузах, под мраком на суд великого дня, как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечно, поставлены в пример. Нормально. А прочитаю вам я из Благой Вести. То, что отобразили переводчики здесь. Эти же стихи. Я хочу также напомнить вам об ангелах, которые не сохранили независимость свою, а покинули обиталище свое. В темноте и в узах содержал он их, чтобы осудить в день великий. И седьмой стих. Здесь вообще перлы, в кавычках. И еще хочу напомнить вам о Содоме и Гоморе и окружающих городах. Они, как и те ангелы, жили в разврате и предавались извращениям плотским. И были они преданы казанию огнем вечным, как урок нам. Возникает вопрос. Кто, кто читает Писание, говорит, ангелы, вроде бы они-то бесполые. И как бесполые ангелы могут предаваться плотским извращениям? Нормально? И где они вообще взяли эти слова? Они, как и те ангелы, предавались плотским извращениям. Обращаемся к оригиналу греческого языка. Нет ни одного греческого манускрипта, где бы говорил о том, что ангелы предавались плотским извращениям. Где это написано? Ну, это бытие. Там речь идет о том, что в те времена были... Мы обратимся к этому месту Писания, еще поговорим с вами. Там это говорится не об ангелах. Понимаете? Там говорится, действительно, были мужи рослые. Это были те, которые были рождены... Те, которые первые стали призывать имя Господне. Они были мужами-рослыми, они были... Ну, не будем сейчас об этом. Это другой момент. Здесь речь идет об ангелах, конкретно написанных. Видите, как написано в Писании? И не только подобное этому стиху, или как в Самарянке, в Евангелии. Таких мест Писания в этом переводе не десятки, сотни. И когда человек, не зная, вот так получил Богою весть, как подарок, будет читать, читать, понимаете, в конечном итоге он зайдет в такие дебри, что потом его оттуда вытаскивать из этих... Где такое начиталось? Ну, как же. Я считал в своем переводе, вот, благая весть вроде бы. А он соответствует тому, что говорилось вообще, когда-то писалось апостолом Иудой. Это не тот Иуда, который предал Иисуса, это нет. Это один из братьев его. Иисуса Христа. Так вот, речь идет о том, что священное Писание, богодохновенное Писание, я доверяю священному каждому слову, для меня важна каждая запятая, для меня важна каждая поддержка. Если нет, там выпустили случайно или техническим образом, не то, что это написали, моё сердце просто сокрушается. Когда я впервые увидел разницу между оригиналом и то, что есть иноидальным, понимаете, я сказала, боже мой, насколько счастливый наш народ, что не знает, сколько там есть неточностей. Неточностей. Мы живем в такое время, когда для нас важна значение для получения откровения. Каждое слово, правильно оно или неправильно. Понимаете, я хотел бы, чтобы у вас появилась жажда к исследованию священного Писания, к изучению еврейского Нового Завета, перевод Дэвида Стерна. Кстати, на обороте этого Нового Завета там написано, что синоидальный перевод – это антисемитский перевод. Это не я сказал, сказал Дэвид Стерн. Вы обратите внимание, что там написано, что он высказал своё мнение. Нет, это нет, это он говорил Дэвид Стерн о синоидальном переводе. Понимаете? И прослеживается таки, всё-таки. И прослеживаются некоторые моменты, что да, ребята, вы, конечно, были... Вы были отчаянны, когда говорили, что, мол, привиты вместо них ветки, да? Хотя на самом деле там написано «между». Конечно, в римлянах... Вот сами посмотрите оригинал подсрочного перевода, и там сами увидите, что «между», не «место». «Между». «Между». Мы ветви привиты «между». Поэтому я хотел бы, чтобы вы понимали, я пришёл вас не разочаровать себя на данном переводе, напротив, утвердить вас в слове, но в слове как том, в слове истины, которое вышло от него изначально, которое претерпевало много-много изменений, уточнений, добавлений, можно было бы сказать, даже извращений, потому что Павла сделали извергом, а он никогда таким не был. Слово греческое «экструма» — это значит «преждевременно рождённый выкидыш». Почему он говорил о себе, как о преждевременно рождённом выкидыше? Да потому что, когда он встретил его на дороге в Дамаск, Иисуса Павел, до встречи на дороге в Дамаск, он был фарисеем с фарисеем, он гнал церковь Христову, он ненавидел её, он считал, что они все сектанты, что они все еретики, что их надо в тюрьме сгноить. Это его были дела. Но когда он лично узнал Иисуса, когда он лично три дня молился, был слеп, помните? И когда он получил исцеление, и встав, принял водное крещение, там написано «крестился», это не значит «встал», а «перекрестился». Аллилуйя! Перекрестился, и всё, встал и перекрестился. На икону ещё, может быть, некоторые думают. Не так. Там греческое слово «баптижит», он принял водное крещение. Он вступил в завет с кем? Тем, которым спасил... Тяжело тебе идти против вражна, Павел. Я тот, кого ты гонишь. Я Господь. Он ему открыл, как преждевременно рождённому, полноту того послания, которого он имел в себе, и как Сын Божий пришёл на землю передать эту полноту Божьего послания, полноту Божьей любви. Понимаете? Потому что весь сам Иисус, есть полнота этого учения. И он эту полноту только узрел, увидел и познакомился, когда 14 лет учился от Него в пустыне. Помните? А потом некоторые детали пришёл и уточнил в течение двух недель у апостола Петра. Беседовал с ним. Встретился с апостолом Петром, с Иаковым, и пишет об этом. Вот когда пришла полнота. Приходит полнота к нам, когда мы познаём Личность Иисуса Христа, когда мы познаём лично Его. Знания личные помогают нам понимать написанное. неразумение, необразование. Два теологических, три теологических, пять богословских, десять юридических. Не это главное. Павел говорил, всё остальное почитают тщетное. Ради чего? Познание Его. Вот для меня самое главное это познание Его. И познание через Слово, и познание через Дух, когда мы имеем личное общение с Ним. В молитве, во время ночных сновидений, когда он мне что-то проговаривает, даёт определённое определение. Не так давно он мне дал определение, которое записал в 4 часа утра. Что такое причастие. Встал, записал, лёг спать дальше, а утром сказал студенту. Не об этом. Об этом, когда мы имеем личное общение с Ним. Это что-то такое необыкновенное. Понимаете? Мы имеем общение с живым Богом. А Он есть как раз то Слово, которое мы облекаем, знаете, во что мы облекаем? В одежде. Какие одежды? В наши национальные одежды. Почему в национальные одежды? Потому что перевод на украинский язык это подобно тому, что Иисуса я облекаю в украинские национальные одежды. Да. Он ходил в хитоне. Мы помним об этом, да? Который был сшит отверху до низовеси. Он не ходил там в шароварах и припоясанной там кушаком косоворотки там это украинское, да? Нет. И он не ходил в белорусской одежде, не ходил в армянской или там с кинжалами или еще чего-то. Нет. Но каждый перевод облекает это Слово самого Иисуса в те одежды национальные, на котором они читают. Почему? Потому что русским на русском языке понятнее, чем если бы они всех заставили учить греческий язык. Сказать, что это в принятительном порядке должен учить греческий язык, ради того, чтобы я читал Священное Писание. Я не хочу, не буду. Каждый нам дует право выбора. Раньше изучали греческий язык, еврейский изучали язык. Сковорода его никто не заставлял, он знал совершенство еврейский, греческий язык. Умница была большая, потому что он прекрасно понимал, что значит читать Священное Писание на родном языке. Мы об этом с вами будем еще говорить. Я просто немного сейчас отвлекся, потому что уже закончилось время или нет? В принципе, да. Хорошо. Давайте сделаем перерыв и продолжим после перерыва уже с Матвея. Да, про жен, про братьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова